Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. Спасибо большое, что заглядываете ко мне. Мне очень важно ваше мнение. Всегда очень благодарна вам за комментарии. Сегодня я хотела бы сделать для вас очень полезное, недолгое видео о том, как правильно собрать свою аптечку в отпуск. Если у вас есть дети или у вас нет детей, мы тоже какие-то пометочки по этому поводу сделаем. Итак, давайте приступим. Перед вами огромный поднос со средствами, которые я беру с собой обычно во все поездки. Даже если поездка занимает не больше недели, тогда я просто перепаковываю эти лекарства таким образом, чтобы они занимали немного места и вынимаю, скажем, из упаковок. Или, например, использую вот такие вот контейнеры для лекарств. Помыла, его капельки еще остались. То есть, кладу сюда, например, какое-то определенное количество набора таблеточек, которые я знаю, я выпью или ребенок будет пить в течение нашей поездки. И поговорим об этом подробно, о каждом недуге, который может, к сожалению, с нами случиться в поездке. Почему очень важно брать с собой свои лекарства? Просто потому, что в течение поездки может так случиться, но дай бог, что вы ими не воспользуетесь. Но если вдруг вы при перелете простудились, что очень часто, кстати, бывает в связи с кондиционерами, к сожалению, вы заболели в отпуске. Что может вам помочь в этом случае? Не нужно надеяться никогда, это мое мнение, лично и опыт множества людей, на то, что вы приобретете все лекарства, нужные вам на месте. Особенно, если вы летите в какие-то страны, если вы летите в азиатские страны. Не ожидайте, что когда вы зайдете в обычную аптеку, видите там простую зеленку. Нет, этого не случится, друзья. Чтобы найти нужное лекарство, вам потребуется много-много времени. А если у вас нет помощников, вы в поездке один, либо вы с ребенком, и ребенок болеет, вы не можете его оставить, вы просто не сможете ездить, ходить, и вам придется потратить огромное количество денег на то, чтобы вызвать врача и, собственно, лечить простую простуду, которую вы могли бы быстро излечить за 3 дня, имея все необходимое у себя в номере, придется потратить многие тысячи долларов. И это факт. Очень многих туристов обманывают и берут с них огромные деньги за лечение. Итак, что же важно знать? Важно знать, что если вы летите в азиатские страны, например, в Китай, ну, в общем, в какие-то страны, где медицина очень сильно отличается от нашей, у них очень распространена натуральная косметика и натуральные же средства для, соответственно, излечения многих заболеваний. Вы не ожидаете, что вы придете и, скажем, увидите простой какой-нибудь панадол или, ну, панадолосодержащие, да, парацетамол в панадоле содержится, то есть миллион есть вариантов комбинации парацетамола, есть варианты детские в сиропе, есть варианты вот такие в таблеточках, как здесь в блистерах. Не ждите, что вы приобретете вот такие вот простые средства от температуры и, там, скажем, зубной боли, головной боли. То, что мы можем принять, успокоиться и лечь спать, то вы найдете вместо этого в их местных аптеках, например, хвост акулы, зуб обезьяны, там, я не знаю, ухо моржа, ну, что-то такое, сушеное, страшное, совершенно неудобоваримое, то, ну, явно вам это не поможет, друзья. Давайте будем правильно собирать аптечку. Итак, еще раз, давайте я уберу вот этот подносик, и мы с вами сконцентрируемся на каких-то моментах, которые стоит не забыть, на мой взгляд. Давайте поговорим о заболеваниях уха, горла, носа. Это очень часто случается и как со взрослыми, так и с детьми. Нам помогало всегда. Это вариант, которым мы вылечили хронический, фактически, отит, это такие вот атофа, это рифамицин, да, в содержании. Я думаю, что есть и какие-то другие лекарства, которые содержат рифамицин. Всегда смотрите, пожалуйста, если вам какое-то лекарство не по карману, действующее вещество. Вполне возможно, вы найдете более дешевый вариант, не такой раскрученный, который просто будет вариантом с тем же самым действующим веществом. Оно красится очень только, обратите внимание, да, но если вы капаете это чуть-чуть вот так подогретое, может быть, рукой или в тепленькой водичке на ночь в ушке, то это очень быстро устраняет ушную боль. Дети очень сильно страдают от переохлаждения в воде, и очень часто мы с вами загораем и не замечаем то, что они очень долго купаются. Что может заменить вот эти вот, собственно, капельки, которые пачкаются и днем с ними не очень походишь в активном состоянии, может заменить вот этот вот отину. Здесь я уже писала, да, по 3-4 капли в каждое ушко. Но что я вам хочу сказать. Недавно, ну как недавно, пару лет назад моя дочка была в лагере, и мне просил передать врача этого лагеря огромный привет и спасибо за правильно собранную аптечку. И наша аптечка лечили еще многих и многих детей, как раз она попала там, в лазарет, как у них там это называлось, да, потому что просто вот у нее началась такая легкая ангина. Ну, то есть, в общем-то, все как всегда. Танзелит, ларингит и так далее. Это все помогло. Врач был очень благодарен, что все это у нас есть. Единственное, но все эти средства лучше держать в холодильнике. Если вы приехали, поставьте сразу же это все в холодильник и дома держите в холодильнике. Изофра. Это назальный спрей. К сожалению, да, многие вещества здесь содержат определенные группы антибиотиков, и тут мы уже ничего не поделаем. То есть, если пользоваться только натуральными веществами, если пользоваться, например, капельками из масел, капельками для носа, тут я могу вам сказать, что, например, вот эти капли, да, пеносол и похожие капли, содержащие большое количество масел, не избавляют вас, как таковых, от насморка. Они могут помочь в сухости, да, когда у вас бешеная сухость, корочкой покрывается нос, внутри и дети страдают тоже от этого. Вот эти капельки очень помогают. Я их всегда тоже беру с собой. Так, давайте вот так вот будем откладывать, да. Изофра. Капельки, ну, такие они не капельки, а такой вот, вот так пшик он вылетает прямо в нос. В том случае, если уже я понимаю, что действительно заложила очень сильно нос, и пошли какие-то нехорошие выделения, не очень хорошего цвета, желтые, зеленые, и тогда я могу вот эти капли начать применять. Сейчас они ждут своего часа до 04-го 2019-го. Они годные, это новенькие, периодически я обновляю. Без них мы, ну, фактически, ими мы лечимся раз в год, когда болеем все дружно, какой-нибудь заразой, всех перезаражаем. Вот. Ну, болеем мы нечасто, но все эти средства есть у нас. Обязательно берите что-то подобное с собой. Не просто какую-то пшикалку, да, вот скажем, как инголипт. Вот, полезно, хорошо, аэрозоль еще похожий очень есть. Средства их очень много, с эвкалиптом. Но, опять же, вот это вот, вот это, это не лечение, друзья, это облегчение симптомов. Вы можете их носить с собой, капать в течение дня, пользоваться ими даже на пляже, сразу после бассейна воспользоваться. Но вот это все, да, вот это, и это вы можете делать все на ночь или утром, когда вы в номере, и вы будете реально лечиться. Всегда покупаю стрепселс, беру его с собой, без сахара покупаю, со вкусом лимона. Вполне положительно мы его переносим. Довольно быстро снимает неприятные ощущения. Самые первые симптомы, когда, так, не знаете, немножко дерет горло, всем своим ученикам. Не рекомендую жевать орешки, семечки, особенно грязные фрукты. Ну, то есть, в общем-то, все, что может подзаразить и дать такой нехороший эффект в виде першения в горле, и потом может начаться аллергия. Значит, что тут? Здесь противовоспалительный комплекс. Обратите внимание на состав. Обязательно смотрите всегда составы. Если у вас вдруг есть аллергия на какой-то антибиотик, на какое-то противовоспалительное вещество, ищите какие-то аналоги без этого вещества. Нам очень подходит. Единственное, но после того, как вы рассосали таблеточку, час или хотя бы два не стоит пить и кушать, чтобы это могло успеть воздействовать. Значит, это противовоспалительное средство. Обязательно у нас в косметичке. Далее. Я берегу, естественно, свой голос. Для меня очень важно это. Это ларингит. Потеря голоса, охриплость. Гомеовокс. Когда-то мне посоветовали знакомые артисты, и теперь они вот такие маленькие таблеточки. Фактически это гомеопатия, но она такая действенная гомеопатия. У меня, конечно, муж со скепсисом ко всему этому относится. Он химик, он хорошо знает составы, он понимает, что здесь очень маленький процент содержания активных веществ. Но тем не менее, для профилактики и в моменты какие-то, когда я чувствую, что я вот-вот могу охрипнуть, а мне это совсем не нужно, я воспользуюсь этими таблеточками, они для рассасывания. То есть вот это, это не лечение, друзья, да? Вот это именно такие, ну, они даже не лекарствами, их даже не могу сказать. Это средство для поддержания хорошего, вполне нормального здоровья либо в процессе выздоровления, либо в процессе, когда вы хотите не заболеть, да? То есть можно начать вот с этого, и потом, если уже не получается, ваш иммунитет не реагирует на такие простые средства, то тогда уже лечитесь серьезно. Давайте поговорим о дезинфицирующих каких-то веществах, да? Что тут нам поможет? Ну, естественно, нам помогают вещества типа, типа, вот, актинисепт, например, антисептик для слизистых и кожи, антисептическое средство, то есть иногда, если, например, у деток особенно режутся зубки, или, например, дети что-то грязное съели, во рту бывают неприятности, какие-то воспаления, грязные фрукты очень часто бывают на юге. Очень помогает, не очень приятный вкус, но это реальное лечение инфекции на слизистой коже. То есть это реально, это помогает, если в песке сидел, какие-то красные воспаления неприятные на коже, всё это тоже туда. Чтобы не мазаться, естественно, зелёнкой, да, если вдруг у ребёнка какие-то пошли аллергические или там какие-то воспаления, какую-то гадость он подцепил, достаточно вот таких вот несколько пшиков. Ну, и зелёнка, естественно, берётся в качестве такого уже средства для наложения на раны. Ну, и тут уже варианты её могут быть различные. Такой, такой, единственное, но она, конечно, красится, поэтому стараемся ей не пользоваться и пользуемся вот такого вот типа средствами, которые абсолютно, вот они прозрачные, если их растереть, их просто нет. Далее, если у вас начались уже всё-таки какие-то высыпания, непонятные этимологии, какие-то аллергические, неприятные ощущения на коже, то тогда я бы воспользовалась обязательно тридермом. Здесь сразу три вещества. Есть такого же типа наш акридерм называется, ГК, по-моему, у них аббревиатура. Там есть акридерм-2 вещества и акридерм-3. Что здесь? Здесь противовоспалительное, противоотечное и противоаллергическое. Друзья, сразу и антибиотик, то есть всё сразу. Мы не часто им пользуемся, но если есть какие-то очень сильные, серьёзные аллергии, воспаления на коже, что очень актуально бывает в отпуск, к сожалению, в отпуске очень бывает актуально, чуть-чуть буквально вот на угорошинку растереть и сразу же проходит. Даже знаете, что очень хорошо? При заедах в уголках рта у детей очень часто бывает, да и у взрослых тоже бывает. И, конечно, я взяла бы с собой микосептин, пешочком, босичком будем ходить, да, везде, в шлёпанцах песок, грязь попадает, ноги открыты, и бывает, вот очень часто подцепляется грибок, мы чешем ножки, чешем, не можем понять, в чём дело, думаем, аллергия на самом деле просто грибок. Поэтому такую мазь, недорогую, я бы тоже с собой обязательно взяла и порекомендовала бы вам также. Ранки. Значит, перекись водорода обязательно, она может быть не обязательно вот такой большой, это просто вот я вам взяла, вытащила из аптечки для того, чтобы показать. На самом деле, они есть и в меньшем варианте, но вот у меня такая. Бинт обязательно, медицинский, причём стерильный, если вдруг ребёнок напорится, не дай бог, в песке на какую-то бутылку, на какой-то острый камень, то эти заготовочки вам очень понадобятся и также понадобится зелёночка и сможете обработать ранку актинесептом также. Естественно, пластыри. Удобные пластыри, найдите их, пожалуйста, себе. Не все удобные. Мне нравятся на эластичной основе, которые тянутся, знаете, вот так чуть-чуть подтягиваются они, как бы, ну вот он тут закрытый, они все, ну вот они такие бежевые, они вот прям растягиваются, их можно натянуть и друг на дружку даже залепить. Это очень удобно. И также вот похожие пластыри вот такого вот типа, намотанные на катушечке, вы перекрыли ранку бинтиком, то закрепить её очень удобно вот таким вот пластырем, можно даже полностью перекрыть, сделав такой вот как чехол, и тогда ребёнку, например, или вам будет просто удобно пользоваться рукой, продолжать. Итак, обязательно, это обязательно, это как вот, как отче наш. Друзья, ещё клей БФ6, раствор для наружного применения, спиртовой немножко, он очень удобная вещь, то есть он склеивает ваши ранки, то есть фактически он из натуральных веществ состоит, и активные вещества, тут смола, феноформальдегидная смола, она заклеивает полностью рану, то есть вот если прям большая рана, вот он у нас новенький, ещё закрытый, он продаётся в любой аптеке, если прям большая такая, вот прям конкретная ранка, и вот вам неудобно, и вы не знаете, чем её стянуть, и все пластыри отваливаются, потому что жарко, обработайте её, промойте, и тогда можно заклеить, прям вот залить её, вот так густо, закрыть ранку, залить, и подождать, пока засохнет, и потом уже закрывать, то есть это естественное, такое вещество, воспринимаемое нашей кожей, как вторая кожа, помогает очень быстро заживить рану, обратите внимание, я считаю, это вещь, ну такая, ноу-хау, должна быть у всех, обязательно в аптечке, особенно у кого есть детки, и особенно если вы долго пребываете на пляже, в каких-то поездках, на экскурсиях, и так далее, берите его просто с собой, как скорую помощь, на всякий случай, он маленький, места много не занимает, так, двигаем, следующее, поговорим о глазках, у кого был когда-то конъюнктивит, кто знает за собой эту проблему, пожалуйста, не забывайте, что, во-первых, берите с собой какой-то увлажнитель, вот у меня ранью, но много-много таких веществ, есть похожих, здесь моя составляющая, это гиалуроновая кислота, понимаете, которая удерживает глаз наш в состоянии влажном, и не пересушенном, на солнышке очень часто могут быть проблемы, вообще, советую вам всегда носить такую вещь в косметичке, и такие есть с дозатором, они еще более удобные, так что посмотрите, обязательно обратите на это внимание, когда у вас регулярно бывает, либо летом случается подпадание грязи, конъюнктивит, выглядит он так, не обязательно, что все глаза покрываются гнойной какой-то коростой, нет, совершенно, ребята, может быть просто постоянно красные глаза, чешутся, ощущение песка, или как будто там лопнул сосудик, но на самом деле нет, это просто бактерии, и который нужно убивать, чистить, я постоянно пользуюсь табрадексом в таких случаях, ну раз в году точно он мне пригождается, к сожалению, такой вот антибиотик, и соответственно, офтальмоферон, вот это энтероферон, да, то есть это не лечение, это поддержка наших глаз, в состоянии, противовоспалительное средство, в таком активном состоянии, он поднимает иммунитет, вот до такой таблетницы, я всегда беру с собой свой собственный градусник, электронный, самый удобный вариант, вставляете, ставите, соответственно, в подмышечку, и он пищит, когда он показывает максимальную температуру вашего тела, это очень удобно, такие градуснички практически в каждой аптеке, ну да, везде сейчас есть, и они практически не бьются, с ними сложно как-то прогадать в этом плане, то есть ребенок, если даже схватит и уронит, ничего не случится, по поводу желудка, что бывает, да мы с вами все, в общем-то, знаем, что бывает с желудком, когда мы едим какую-то непонятную пищу, которая для нас нова, ну прям совсем, какие-то шашлыки, где-то кто-то покушал, и до свидания, отпуск, то есть и начинается беготня по туалетам, по врачам, по аптекам, в поисках, да, во-первых, активированный уголь, ребят, но самое простое, дешевое, берите с собой, это очень важно, далее, противодиодрейное средство, любое, которое вы найдете, это более дешевый вариант, работает прекрасно, проверено, обязательно возим с собой, здесь 10 таблеток, но больше и не надо, друзья, то есть есть которые лингвально под язык, есть которые рассасываются, обратите внимание, обязательно берите с собой, и, конечно же, энтерфурил, есть еще эрисфурил, это именно уничтожители микроорганизмов, которые попали в вашу еду, например, испорченную еду, еду, съеденную в ресторане, или испорчившуюся на пляже, то, что вы съели, вы чувствуете, вас начинает тошнить, плоховато становится, поднимается температура, это то средство, которое вам поможет, ну вот видите, я уже брала его куда-то с собой, последний раз положила туда же смекту, похожее вещество, и вот имодиум, то, что осталось, тоже аналог, да, вот этого лапедиума, лингвальные таблеточки для рассасывания, то есть вот такой вот комплектик, из вот небольших таких упаковочек, я, собственно, и делала, клала одно в другое, и надписи писала для лагеря, для лагеря писала надписи, прямо на каждой коробочке своей дочки, и вот за что, собственно, мне был признателен очень врач местный, итак, у нас с вами осталось 3 буквально средства, если вы знаете, что когда вы болеете, у вас начинается герпес на губах, или где-то в других частях тела, это тоже бывает, и на ушах, и на лице, по-разному бывает, и на слизистых, не поленитесь, возьмите с собой какой-нибудь, типа, ацикловиры, что-то, да, вот такую мазюсенькую мазь, и она у вас много места не займет, но сразу же снимет вам первые симптомы, вы не будете ходить чесаться, и ничем другим не заразитесь, также вы можете при вот таких вот герпетических каких-то инфекциях воспользоваться лекарством, которое только что вам показало, вот такого плана, или акридерм, или тридерм, похожее очень действие, но все-таки ацикловир более направлено на герпетическую инфекцию, и у нас с вами осталось два взаимосвязанных, так скажем, пункта, это активный защитник от солнца, да, скрин, санскрин, это пурскрин, 60+, у меня это максимальный от компании Notagenia, ну, в общем, тот, который зерматологически разрешен, в принципе, он в воде устойчив, 80 минут еще устойчив, но я бы советовала вам регулярно обновлять такие вещи, обязательно втирать качественно, чтобы сверху просто так куском не лежало, а именно чуть-чуть подвпиталось, не оставляет он большой белой пленки, такой чуть-чуть, естественно, 60+, ребята, это очень сильная защита, но тем не менее, и тем не менее, он очень хорошего качества не оставляет, мне это нравится, и он не липкий, и совсем нет никакого аромата, это очень здорово, рекомендую вам, также есть такие же средства в разных других компаниях, и вы можете купить спрей, однако спрей, обратите внимание, его нельзя просто нанести, пшикнуть, и оставить так, он капает неравномерно, поэтому вам после того, как вы пшикнули спреем, нужно обязательно вот так вот разнести его на тело, размазать и подождать, когда он впитается, и потом еще раз это сделать, потому что спреи все-таки это менее надежные защитники, и, конечно же, пантенол спрей, который устраняет ожоги, им же я пользуюсь и дома, когда случайно, например, пеку что-то, и дотрагиваюсь случайно, совершенно, до какой-то горячей поверхности, соответственно, он точно так же, он выдавливается, вот так вот, чуть-чуть его нужно взболтать, он выдавливается вот такой вот пенкой, очень быстро разносится по коже, он очень приятный, у него чуть-чуть аромат, знаете, как у перекиси водорода, и там, собственно, чуть-чуть тоже ее содержится, и он очень хорошо смягчает и устраняет сразу же, обратите внимание, воспалительный процесс на коже, то есть, если у вас ожог, он сразу же убирает вот это вот ощущение жжения и боли на коже, обязательно имейте его, пожалуйста, и можно пользоваться и на лицо, и даже на какие-то слизистые, когда он попадает, ну, чуть-чуть, может быть, есть какой-то небольшой дискомфорт, но не критично, и также обязательно рекомендую вам брать с собой, естественно, защитные средства на голову, очки, ну, в общем, все, что может прикрыть плечики для детей в футболочке, также хочу напомнить вам о том, что вы должны не забыть взять все свои таблеточки, все средства, которые вы пользуетесь на регулярной основе дома, каждое утро, или каждый день, или каждый вечер, пожалуйста, не забывайте о своей лекарстве, комплексе, и даже витамины, которые вы пьете постоянно, на регулярной основе, особенно лекарства от давления, и особенно лекарства по снижению, например, кислотности желудка, эти лекарства вы можете просто не найти нужные в той стране, в которой вы едете, ну, вот у нас индийский слон, символ Индии, особенно те, кто вот ездит в такие экзотические страны, будьте аккуратны, и что еще хотела вам напомнить, перелеты, переезды, неприятная, может быть, для кого-то ситуация, потому что не у всех идеально работает вестибулярный аппарат, а, как вы знаете, именно он отвечает за ощущения в желудке, то есть детей может тошнить, и, пожалуйста, позаботьтесь об этом, заранее приобретите что-то от тошноты, от укачивания, мы принимали драмину несколько лет, буквально по полтаблеточки было достаточно каждому перед поездкой, перед полетом, ну, и он чуть-чуть подуспокаивает слегка, вестибулярный аппарат чуть-чуть утихомиривается, и переносит и детишки, и взрослые поездку гораздо лучше. Хочу поблагодарить вас, что вы были сегодня со мной, хорошего вам дня желаю, и будьте обязательно благодарны за все, что имеете. Удачи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok